Вот Андрей пишет, какое соотношение воли Бога и воли человека? Как же увидеть и понять волю Бога? Нет другого способа узнать волю Божию, как и Слово Божье. То есть конкретно для нас говорил Господь Иисус Христос. Вот как даже сказано где-то, что Бог у апостола, по-моему, апостол Павел писал, что Бог многообразный говорил в древности через пророков, а вот ныне говорит к нам через Сына своего Иисуса Христа. То есть нужно слушать Иисуса Христа, слова Его, которые записаны в Евангелии, и так мы узнаем волю Божию. В принципе, то, что говорил Господь, а потом и Его вдохновенные апостолы. Вот это и есть воля Божья. Я думаю, что кроме как и с Писанием, мы ниоткуда ее не узнаем. Я соглашусь с Романом, что сначала, конечно, нужно изучить вообще... Ну, сначала взять это и Слово Божие, и потом, я думаю, помолившись. Если мы, помолившись, просим ответа во благо души, то, я думаю, Господь поможет. Там два вопроса. Один по поводу соотношения воли Бога и воли человека. Нет сомнений, что воля Божья есть само совершенство. Лучше этой воли быть не может. Но Господь хочет так, чтобы мы свою волю проявляли, сами развивались и сами выбирали. Единственное, что... Есть какие-то некие границы, чтобы просто воле Божьей не противиться. То есть проявлять свой талант, свой разум, свои чувства, свою волю в том, чтобы... В добродетелях, в той или иной добродетели. Это какое-то соотношение, то есть имеется в виду, что воля Бога человек, и чтобы он развивался в некоторых таких добродетелях. Но не обязательно прямо самое лучшее, то есть воля Бога человека. То есть, может, это и есть воля Божья. По поводу, как узнать ее, действительно, в Священном Писании есть там много этого, как узнать. Это как бы, как и Сергей Масаровский говорил, стяжать благодать Святого Духа. Тогда и будут приходить те самые мысли, или каким-то образом желание прозвать имя Божие, непрестанно молиться, за все благодарить людей, благодарить Бога, благодарить людей, благодарить. Всегда радоваться в таких моментах. И через людей, особенно через верующих, тоже часто может подаваться воля Божья. Не обязательно через священников, также через людей, через родителей, через супруг или супругов, таким образом. Благодарю. Но на самом деле, друзья, мы уже так вот с самым руслом беседы потихонечку продвигаемся дальше, потому что ведь дальше есть слава в молитве Господне. Да будет воля Твоя Божья на земле. Конечно, я поддерживаю всех наших участников в их мнениях, видениях. В целом, они верны и соответствуют священному писанию. На самом деле, заданный вопрос и заданная тема интереснейшая вообще в принципе в антропологии как таковой, православной антропологии учения человека. Я, кстати, предлагаю в том числе когда-нибудь об этом отдельно поговорить, потому что это интереснейшая, глубокая и в то же время непростая тема, поскольку суть духовной жизни и спасения человека по многим святым отцам, в частности, Григория Паламы. Специальное слово введено – синергия, то есть содействие, точнее нет, прошу прощения, Максим Исповедник ввел этот термин – синергия. Содействие воли божественной и человеческой, некое такое органичное сотрудничество духовное, там как раз таких граней-то и нет. Понимаете, в чём дело? Вот этих граней, где заканчивается человеческая воля, начинается божественная, на самом деле эту грань не проведёшь, потому что по сути в совершенстве человеческая воля должна раствориться в божественной воле. То есть мы должны быть сонаправлены с Богом в совершенстве, то есть мы должны полностью, как грубо говоря, забыть о себе вообще. Но это, конечно, так вот из рассуждения. Это сейчас, конечно, в духовной жизни это достигается постепенно и не сразу. И при этом, что интересно, забывая себя в Боге, мы не теряем себя. То есть мы обретаем всю полноту себя в Боге по слову преподобного святителя Николая Сербского, в его стоглавах о любви. То есть в этом как бы так приоткрывается немного завеса на тайну Святой Троицы. То есть Бог, Сын во Отце, Отец в Сыне, но при этом их воля сонаправлена, но они не растворяются друг в друге. Это вот примерно, берем пример спасения человека. Вообще, конечно, если интересно, друзья, вот эту тему разобрать подробнее, есть у нас такой святитель Иоанн Тобольский Максимович. У него есть отдельный труд. Называется он «Илиотропион» или «Сообразование с божественной волей». «Илиотропион» в переводе с латыни – это подсолнечник. То есть он взял такой образ, то есть как солнце, подсолнечник всегда движется до светящимся солнцем, вот так воля человеческая всегда сонаправлена с божественной. Там, конечно, он очень подробно все разбирает. Но в том-то и состоит, наверное, весь смысл духовной жизни человека, чтобы научиться не без боли, не без труда, но научиться свою волю подчинять воле Божией. В том и состоит падение человека, состояло Адам и Евы, что они выпали. Они выпали из вот этого единого контекста божественного промысла. И воля их была направлена в противоположную сторону, как у дьявола. То есть дьявол, по сути, соблазнив Адама и Еву, он именно волю ихнюю вырвал, скажем так, из божественного промысла, даже нет, из божественного предназначения у человека. И в том и был смысл пришествия Спасителя на землю, его смерти на земле и воскресения. В том, чтобы восстановить вот эту вот искаженность в душе, потому как именно преимущественно, по слову Святых Отцов, именно в воле Максима Исповедника, в первую очередь. Он, кстати, почему интересен этот святой в том числе, на Шестом Вселенском Соборе он как раз-таки разбирал именно тему воли, воли Христа. Он разобрал и доказал, что во Христе было две воли, и воля божественная, и воля человеческая. То есть были такие монаргисты, те, которые утверждали, что во Христе одна воля, два естества, одна воля. Исповедник доказал, что во Христе было как божественная воля, так и человеческая. И вот именно во Христе во всей полноте совершенствия эта самая синергия была достигнута. Сообразование, растворение человеческой воли в божественной, полное подчинение. И поэтому мы подражаем Христу, нашему Богу, как идеалу для нас, нашей духовной жизни. И сами стремимся к тому, чтобы свою волю починить воле Божией. И действительно верно сказано, все, как это нужно сделать, прописано в Слове Божии. Но нам нужна мудрость, молитва и, что самое важное, личный опыт молитвенный. Вся наша жизнь, любого человека, она по сути является духовной жизнью. Независимо от того, молимся мы или не молимся, потому что мы так или иначе живем по движению своей воли. И очень важно, что Господь сподвигает нас выработать личный религиозный опыт. Чтобы мы не только читали Слово Божие и плоско, прямолинейно следовали заповедям Божьим. Нам Господь говорит, будьте мудры, как змеи. Нам нужно рассуждение, нам нужен личный опыт богообщения, чтобы научиться в тех или иных обстоятельствах, через молитву, через призывание Бога, через вопияние к Нему, научиться почувствовать, уразуметь, научиться держать нос по ветру движения промысла Божия. Это, конечно, искусство, к которому мы все с вами, друзья, призываем. Друзья, знаете, кто-то из святых отцов говорил, что чтобы человеку взлететь к Царству Божьему, ему нужно иметь два крыла. С одной стороны, это воля Божья, с другой стороны, это собственная воля, чтобы они так синхронно махали. И вот, например, Марьяна у нас к нам постоянно ходит. И с одной стороны, ее волю может лукавой подбивать, что, мол, ты лучше вечером пойди погуляй куда-нибудь, на дискотеку сходи. А она свою волю сопоставляет с волей Господа, который нам заповедан, да, постоянно пополняет светильник своей веры маслом. Вот она его пополняет, пополняет и летит вот на двух крыльях. И пока она летит, она светится, и ее имя Божие в ней светится и помогает нам идти к Господу. Она подает нам такой пример. Ну и как и другие наши участники, наши встречи. Вот поэтому, друзья, благодарю вас за встречу. Отец Андрей, большой вам поклон. Спасибо. Всем участникам. Давайте помолимся, друзья.